Доброе утро, день. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Спасибо огромное, Сергей Николаевич, за ваше приглашение принять участие. Пётр Владимирович, обоим. Спасибо большое за приглашение принять участие в этом конгрессе. Моя задача усложняется тем, что я за маленький промежуток времени, за 15 минут, должна рассказать о методе дистанционной лучевой терапии для осуществления такой привлекательной методики, как парциальная лучевая терапия. Это актуальная, модная, очень удобная методика послеоперационного облучения и вообще облучения больных ранним раком молочной железы. Именно поэтому мы видим, что вот, например, вчера вечером, я в подмеде посмотрела, 132 статьи было опубликовано в 2018 году, и в 2019 уже 38 статей тоже в печати на эту тему. Но я хочу рассказать о парциальной лучевой терапии не только с точки зрения ускоренной частичной лучевой терапии больных в послеоперационном периоде, но и рассмотреть ее как вариант предоперационной парциальной лучевой терапии у больных ранним раком молочной железы и как вариант повторной лучевой терапии у больных с рецидивом рака молочной железы уже после проведенного хирургического лечения. Итак, первое. Парциальная лучевая терапия как вариант ускоренного частичного облучения больных ранним раком молочной железы после органосберегающих операций. Конечно, основой лечения больных ранним раком являются органосберегающие операции в комбинации с лучевой и лекарственной терапией. Цель всех последних исследований, учитывая увеличивающееся число больных с ранними стадиями рака молочной железы при первичной диагностике, учитывая очередь на лучевую терапию не только в России, а во всех странах мира, конечно, лейтмотивом звучит тема деэскалации лучевого лечения. Возникает вопрос, как мы можем сократить сроки лучевой терапии, как мы можем уменьшить объем облучения. И здесь, конечно, привлекательной является методика ускоренного частичного лучевого лечения. Если верить, что вот это первое документальное подтверждение парциальной лучевой терапии, которая датирована 1927 годом, то история частичного облучения молочной железы насчитывает уже 92 года. Первые исследования по применению дистанционной лучевой терапии были начаты еще в 80-х годах 20-го столетия, но лучевые терапевты различных стран применяли эту методику, но, к сожалению, были получены вот такие обескураживающие результаты. То есть число местных рецидивов, частота местных рецидивов в разы превосходила число при облучении всей молочной железы. И поэтому на какое-то время была пауза в исследованиях на эту тему, но пауза длилась немного, потому что уж больно лакомый такой кусочек, парциальная лучевая терапия. И уже с 1998 года исследование API проводится во многих странах мира, но уже на четко обоснованной научной платформе. Протокол RTOG, протокол NCABP B39 был разработан и давал четкие требования к тому, как нужно проводить это лечение. Прежде всего, обязательно с использованием мамоборда, с помощью фиксирующих приспособлений, с проведением объемного планирования с шагом не более 5 мм. Ложе удаленной опухоли обязательно должно визуализироваться клипсами. Должны быть четко оконтурены обе молочные железы и все органы риска. План лечения выбирается только на основе анализа гистограммы DVH, при которой определяется нагрузка на ПТВ и нормальные ткани. Таким образом, опять же, четко в этом протоколе даются все отступы от CTV на CTV, на PTV, и все это исходит из наших знаний о том, где располагаются рецидивы от области первичной опухоли. Дальше. Что очень важно для косметического результата. В этом же протоколе четко определяются, какие дозы должны быть получены органами риска и самой молочной железой и опухолью. И все последующие уже исследования дают абсолютно хорошие, благоприятные результаты, если следовать вот этим всем требованиям данного протокола. В 2009 году, то есть уже 10 лет назад, были опубликованы первые рекомендации радиологов двух континентов, Америки и Европы, по отбору больных, кому же можно проводить вот эту парциальную лучевую терапию. В 2017 году на Астра был выработан второй консенсус, добавление, и таким образом мы видим, что ускоренную частичную лучевую терапию можно проводить больным старше 50 лет, с наличием только одного очага, не более 2-3 см, с отрицательными краями резекции, с отсутствием пораженных лимфатических узлов, гистологической формой, не дольковым инвазивным раком. Степень злокачественности любая при отсутствии признаков ангиолимфатической инвазии, выраженного внутри протокового компонента. И желательно, в принципе, чтобы был рецептороположительный статус опухоли. И посмотрите, пожалуйста, на эту таблицу. Как только был опубликован этот протокол, и как только все страны и все радиологи стали пользоваться вот этими критериями отбора, и четкими правилами для выработки планов лучевой терапии, мы видим, как снижается частота локальных рецидивов. С 25% в 1996 году до 0%, например, в 2012 году. Конечно, дистанционная 3D-конформная лучевая терапия удобна. Она удобна из-за того, что это неинвазивно, что это нетравматичный метод, хорошо переносится больными. Лечение планируется с учетом данных планового гистологического заключения, а не срочного. Возможность достижения более гомогенного распределения дозы. А недостатками является то, что интегральная доза на оставшуюся часть молочной железы, легкое сердце, конечно, присутствует. А мы, как лучевые терапевты, с вами знаем, что мы всегда боимся, чего лучевые терапевты боятся. Больших доз максимума в малых объемах и малых доз в больших объемах. 3D-конформная лучевая терапия может проводиться с трех-пяти фотонных полей, комбинацией фотонных и электронных полей, методикой АМРТ. Как же мы можем определить, что да, эта методика хороша, она безопасна? Мы должны определить частоту рецидивов, стоимость лечения, оценку косметического эффекта, показатели выживаемости. И вот в 2017 году публикуются достаточно большие объемные исследования, 2100 больных прослежено, 36 месяцев, рандомизация в две группы, 3D-конформная лучевая терапия APBI и лучевая терапия всей молочной железы, методика гипофракционирования. Мы видим, что частота ипсилатеральных рецидивов абсолютно идентична в обеих этих группах, но что насторожило всех радиологов? То, что косметический результат через 3 года посредственный и плохой, естественно, что это плохо, достоверно чаще был зарегистрирован у больных с APBI по оценке и медсестер, и самих пациенток, и врачей, которые определяли его по фотографиям. Хочу напомнить, что в 2010 году, когда только-только эти исследования по APBI начинались, и когда было опубликовано достаточно большое количество работ с неудовлетворительными косметическими результатами, двум мировым экспертам, Бенсону и Джону Ирнольду, было поручено разобраться, почему же эти неблагоприятные косметические результаты происходят. Они проработали 3 крупных доклада, крупнейших доклада по этой методике, и сделали еще раз вывод о том, что нужно тщательно определять объемы облучения. Объем ПТВ для APBI должен быть не более 20% от всего объема молочной железы, и тогда косметический результат будет хороший. Также даются специальные предписания для объемов ткани железы, которые получают 50% и 100% предписанной дозы. Более того, авторы говорят о том, что, возможно, доза 38,5 ГРЭИ при альфа-бета 3,4, это 65-68 из АГРЭИ, является несколько завышенной для больных с очень низким риском развития рецидива опухоли. И поэтому, конечно, приветствуются другие режимы фракционирования. Так как мне осталось 5 минут 40 секунд, я не буду вам показывать уже те хорошие результаты последних лет, которые показывают выигрыш и в частоте рецидивов, и в косметических эффектах при проведении ускоренного частичного облучения у тех больных, у которых все проводится по всем требованиям, по всем правилам, в том числе и работа из нашего центра. У нами уже пролечено более 100 больных. У нас прекрасные, хорошие косметические результаты у 96% больных и локорегионарных рецидивов и отдаленных метастазов. Нами выявлено не было. Мне кажется, что одним из будущих исследований радиологов должно быть отражение подтипов рака молочной железы в рекомендациях. Потому что все объемы, все дозы лучевой терапии во всех рекомендациях и российских, и международных не учитывают молекулярные подтипы. И вот в работе наших индийских коллег в 2018 году, в феврале она была опубликована, 157 больных получали APBI с использованием мультикатедерной брахитерапии. Молекулярный подтип был у всех определен, и мы с вами видим, что самые плохие результаты были получены у больных с HER2-позитивным раком молочной железы. Авторы делают, в сравнении с луминальными, авторы делают вывод о том, что необходимо дополнительное наблюдение для включения молекулярного подтипа в критерии отбора пациенток для проведения ускоренного частичного облучения. И, что немаловажно, это стоимость лечения. И мы с вами видим, что по данным наших американских коллег самая низкая стоимость лечения при применении обычной 3D-конфортной лучевой терапии, вот сиреневым цветом она обозначена, именно ускоренное частичное облучение молочной железы. Мы всегда с вами боимся вот этих малых доз лучевой терапии в больших объемах, еще не только из-за острых ранних лучевых повреждений. Мы всегда еще боимся риска развития индуцированных вторых раков, у больных раком молочной железы. И вот тоже представлены данные о том, что ускоренная частичная, вот различные, интероперационная лучевая терапия на аппарате Интробим, АПБА и 3D-конформная лучевая терапия всей молочной железы. И мы с вами видим, что вторые раки в псилатеральном, контрлатеральном легком и контрлатеральной молочной железы значимо и достоверно ниже при проведении локальных методик лучевой терапии. Именно поэтому совокупность всех достоинств этой методики была подтверждена всеми рекомендациями и российскими, и американскими, и европейскими, которые говорят, да, это исследование, эту методику можно применять. Следующий взгляд. Давайте мы рассмотрим парциальную лучевую терапию как вариант предоперационной лучевой терапии у больных тоже ранним раком молочной железы. Чем это выгодно? Вот уже есть несколько исследований, которые показывают хорошие результаты. Чем выгодно? Тем, что не во всех клиниках, не во всех городах ставятся клипсы, а когда мы четко видим на КТ-срезе опухоль, нам ее легче визуализировать, нам легче ее оконтуривать. То есть мы до операции проводим с четким объемом лучевую терапию и затем уже просто проводим органосберегающие операции. И последнее, мне кажется, это очень интересный момент, это ту помощь, которую мы можем оказать больным с рецидивами рака молочной железы. Их не так, к счастью, много, но, к сожалению, они встречаются. То есть больная провела в свое время уже комплексное лечение с операцией, с охранной, с послеоперационной лучевой терапией, и через какое-то время, к сожалению, у нее фиксируется локальный рецидив. Нашими авторами были проанализированы 4 тысячи, 4,5 тысячи больных, которые лечились в нашем центре онкологическом, и мы видим, что изолированные локальные рецидивы составляют 63% из всех вообще возникших рецидивов у больных. Ну, прежде всего, когда мы выявляем локорегионарный рецидив, необходимо еще раз провести иммуногистохимическое исследование, потому что мы знаем, что есть дискордантность между статусом первичной и рецидивной опухоли, что в дальнейшем нам поможет, безусловно, для выбора правильной лекарственной терапии. И что же делать вот с этим локальным рецидивом? Всегда считалось, что мастектомия – это такое общепринятое мнение, это единственный логически верный следующий шаг именно из-за опасений по поводу косметических результатов после повторных операций и осложнений после повторной лучевой терапии. Но, увы, мастектомия не спасает от еще третьих, как бы вот еще от одного рецидива, потому что частота повторных рецидивов в области грудной стенки после мастектомии по поводу рецидивов составляет тоже 3,32%, и пятилетняя общая выживаемость – 52,83%. Поэтому мастектомия не является панацеей, она не спасает больных от безрецидивной жизни в дальнейшем. И поэтому желательно выполнять органосохранные операции плюс локальная лучевая терапия по поводу вот этого локального рецидива. Можно иссечь рецидивную опухоль и подумать о том, что можно локально, парциально облучить вот эту вот зону локального рецидива. Главное, чтобы общая сумма от предшествующей лучевой терапии и этой не превышала 100 грей, и тогда мы получим хорошие результаты и локального контроля, и маленькую токсичность, и хорошую общую выживаемость больных. Посмотрите, от 76 100% больных живут 5-7 и более лет. Именно поэтому в заключении я… Ну, сейчас, только секунду, для радиологов. Пожалуйста, уговаривайте хирургов не делать мастектомии больным с локальными рецидивами опухоли. Сейчас идет с 2014 года новый протокол RTOG 1014, по которому после органов сберегающих, после лампектомии можно облучать больных по 1,5 грея 2 раза в день до 45 грей. Хорошие косметические результаты отсутствия рецидивов в зоне удаленной опухоли в течение 3 лет, полученные уже по этому протоколу. И в заключении я хочу сказать, что методика частичного облучения молочной железы, которая проводится в дистанционной лучевой терапии, является удобной, безопасной, эффективной, позволяет снизить финансовые затраты на лечение, может быть легко реализована в большинстве радиотерапевтических центров России. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...